Добрый день, в эфире программа Мимо Нот, сегодня веду и я, Евгений Додолев и Светлана Крылова. А в гостях у нас человек, примитивно которому эпитет культовый будет недостаточный, а также как и существительная легенда, это Евгений Маргулис. Спасибо. Спасибо папе с мамой, которые нам подарили легенду. У Додолева неприятное выражение лица, он вернулся вчера откуда-то из-за границы, нагло, вызывающе загорелый, и мне на него противно смотреть. Поэтому смотреть будем на Светлана, которая и задавит Я буду смотреть на Свету, а на тебя давать косяки злобные. Евгений Додолев. Света. Вопрос. Наша программа называется Мимо Нот, но давайте сразу попадём, попробуем попасть в ноты, вы можете себя охарактеризовать с помощью нот. Ну, например, До, Добрый. Ну, можете как-то по-другому. А Си сразу почему-то. Ух, да. Но мы можем не во все ноты попадать, мы же не гамму играем. Однако, вы хорошо подготовились. Ну, давайте Добрый. Первая нота До, ну, бог с ним, Добрый. А Добрый? Очень. Если Ми, это третья, да. Но не му точно, Ми, Соль, Ля, ну, Ля, это уже из шансона. Не, ну, я как-то так не могу сразу стремительно. А Ре, это революционный, наверное, вот революционером вы себя ощущали когда-нибудь? Да нет. Никогда? Нет, даже ощущая себе мою конфессию, я не ощущал себя революционером. Да нет. Не, ну, конкретно. Не, ну, что-то мне, естественно, не нравилось, как нормальному человеку, но так, чтобы подорвать карету с царем, такого у меня не было. Ну, вот раньше музыканты воспринимались, ну, скажем так, те, которые позиционировались как рок-музыканты, как некие все-таки бунтари. Сейчас вот этот вот бунтарский дух, он существует где-нибудь в рэпе у кого-нибудь, или музыка просто стала быть семенотьем? Ты знаешь, что нет, а на самом-то деле, конечно же, все молодые бунтари, это понятно. А к старости, конечно, когда все обрастают семьями, детьми и прочим, и прочим, они становятся такими относительно добропорядочными буржуа. А так, конечно, все-все молодые бунтари, ну что-то. Они не смотрят телевизор, они черпают знания из интернета, в общем, все нормально. То есть, бойцы остались. Вы какие-то ноты еще не хватили из ваших заготовок? Ну, я думала, что Евгений Шулимович вспомнит сам какие-нибудь свои характеристики. Ну, я бы добавила милый. Ну, не дурак точно, милый, наверное, да, мы уже проходили. Диезы, бемоли, ну нафиг. В общем, давайте... Вашей жизни чего больше, диезов или бемоли? Смотря с какой стороны посмотреть. Это вчера, находясь в гостях, я говорил, код по въезду, ребят, которые должны были приехать, и вместо решетки сказал диез, потому что я не знаю слова решетка. И так как они были молоды относительно, они не въехали. И вот я сам не въехал. То есть, поколение такое, поколение педигри, пал и next. Не, ну, давайте ограничимся трезвучим. До, ми, что там еще? Соль. Да. В общем, клевый. Вот вы такой действительно милый, добрый, клевый. Ну, как кажется многим. А я прочитала, что некоторые журналисты вас боятся и говорят, что нужно запастись сигаретами и валерьянкой перед общением с вами. Почему? Нет, да нет, нет, это все не так. Я просто не люблю давать интервью идиотам. А в основном, вот Женя. Такой идиот. Нет, Женька не даст ей соврать. В основном, скажем, люди журналистской профессии, которые были раньше, они все-таки были чему-то обученными. А сейчас тот, кто перед что научился писать запятые, уже считает себя журналистом. В основном, одни и те же вопросы. Это надоедает, и поэтому мне неохота с ними общаться. А вот какие-то из стандартных вопросов, которые чаще всего задают Евгению Маргулису. Можно на вскидку? Мужик, это же старая история. Ну, понятно, тем не менее. Это четыре вопроса. Четыре вопроса и четыре... Я уже об этом много раз говорил. Ваши творческие планы. Святое. Если ты в другом городе, бывали ли вы у нас раньше? Третий, пробовали ли вы наше пиво? А четвертый завершающий, приезжайте к нам зимой, если это происходит лет. А если приезжаешь зимой, приезжайте к нам летом. А были когда-нибудь вопросы, которые удивили? Какой-нибудь вопрос запомнился, кто-то что-то спросил, неожиданное? Нет, неожиданное я помню какое-то местечковое радио, допустим. Я не буду называть город. Хороший вопрос. Вот вы скоро умрете. И еще когда я начал веселиться страшно, естественно, ничего не ответил на этот вопрос. Нет, иногда, конечно, вышибает детская непосредственность и подобное. А так-то нет. Вот к тебе я же пришел. А когда на гастролях, допустим, приезжаем куда-то, тот же самый контингент журналистки или у нас все-таки какое-то есть свое лицо у журналистов отечественных? Ты знаешь, что те, кто в материале, скажем, мы берем большие города, где существуют рок-клубы, то, конечно же, оттуда посыльные приходят все-таки с хорошим бэкграундом. То есть, они знают, кто ты, знают, чем ты занимаешься. А в основном, знаешь, как редакция какой-то газеты, в город приехал интересный человек. И дальше берутся одни и те же какие-то вещи из интернета, делается подборка дежурных вопросов и начинаются беседы. Хитрый Стас Намин, я уже тоже об этом говорил, приезжая на гастроли с группой «Цветы», всегда делал два листочка – вопросы и ответы, и раздавал журналистам, и договорился, значит, ты берешь этот, ты берешь этот, и получалось такой замечательный совершенно тетрис. Статьи выходили неплохие и недежурные. А вот вы говорите, что музыкальная журналистика умерла. – Нет, я говорю, что не музыкальная журналистика умерла, а журналистика умерла в целом, потому что в основном все-таки неумехи какие-то. – А вот что сделать, чтобы возродить? – Ну, как Ленин говорил, учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. А бы кто? Ну, я опять же говорю, что когда появилась эпоха интернета и возможность выдернуть любую информацию, музыкальную, я буду брать музыкальный ряд, то можно найти любую школу музыкальную, музыкальные уроки, то есть можно найти великого музыканта, который показывает, как он играет. Можно списаться там по интернету, послать ему свой файл, он там наиграет что-то свое. У нас же такого не было. У нас был магнитофон, обычно, который тянул скорости, поэтому мы снимали бог знает как, бог знает в каких позициях. У меня, знаешь, я рассказывал историю моего приятеля, который снимал Лед Зеппелин и Дипеппл, играл в страшно неудобных тональностях. Он говорит, как они играют, они, наверное, гении. А потом оказалось, что у него магнитофон просто тянул. И когда он услышал это все, знаешь, в оригинальном виде, он страшно расстроился и начал заниматься другими.